Нужно быть деятельными христианами. Например, при встрече, вместо приветствия, как дела, как здоровье, например, было бы полезно спрашивать друга, что читаешь? О, привет, что читаешь? Это был бы шаг наверх большой. Как здоровье это не работает, как дела тоже, потому что никому не интересны твои дела, если честно. И здоровье это твои собственные проблемы. Это устаканенная форма лицемерия, говорящая об нашем общем платоугодии. Нас ничего больше не интересует. На Первом канале идет передача о самом главном. Это передача про кишки, прыщи, лимфоузлы, про всякое такое. Как опорожнить кишечник, не заработав геморрой. О самом главном называется эта передача. Хотя война идет три года. Кишки, прыщи и геморрой, это, конечно, это все довольно важно, но это не самое главное. Не самое главное. И пока, значит, не поймет там какой-нибудь человек, с позволения сказать, что это не самое главное. Вообще у меня в настоящее время наибольшие претензии к сетке вещания федеральных каналов, если честно. Так преступно обращаться с народом, который воюет, достойно самых резких слов, а у нас военного времени нету, а военное время вообще-то достойно каких-то резких движений. Да, потому что поле чудеса давай поженимся, как бы я самым главным, значит, там, про запоры, как бы, да, это нельзя. Так с воюющим народом не разговаривают. Значит, мы должны сами поменять свою информационную повестку. Мы сами должны поменять свою информационную повестку. Если мы этого сами не сделаем, Бог нас настучит по голове. Про этих я вообще не говорю. С ними будет другое кино. Но мы сами должны менять это, потому что действительно надо через боль приходить к истине. Но иногда можно, предваряя божественное наказание, самому себя наказать или самому избавиться от ненужного. Пока Бог не придет и не избавит тебя от ненужного. Ну, скажем, ты будешь есть, 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 как не в себя, как бы, значит, в конце концов подорвешься и поджелудочную, и растянешь, как бы, свое брюхо, и вообще доработаешь лишний вес. И вообще у тебя начнется там язву двенадцатиперстной кишки, там все твое обжорство безумного. Ну, так, слушай, начни поститься и избеги этих наказаний. Накажи себя сам, сам не обжирайся, потому что все равно потом есть не сможешь. Потом будешь смотреть на это все, что ты раньше ел, как бы, с ужасом и отвращением. Ну, чтоб болеть все будет внутри. Так не жди этого, сам избавься, сам исцели, сам отсеки от себя ненужное. То есть отсечешь сам Господа, Господа пропадет необходимости наказывать. Просто пропадет. Понимаете? Поэтому в отношении, вот в воскресенье нужно быть всем на литургии, это просто как стакан воды. А там и дальше, дальше больше. А вот в информационном отношении нужно добровольно себя поставить в свои рамки выбранные. Нельзя, просто нельзя, стыдно тратить часы времени на прочитывание или проглядывание, не нужно никому, ни пьяным, ни тверезам, информации. Стыдно тратить время и силы, и свою умную энергию на поглощение чепухи. Это должно быть добровольным решением. А потом, когда покаются там гендиректора федеральных каналов, вместе с своими корпоративными этими кодлами, когда их запечет и до них дойдет, тогда уже, конечно, это будет, достигнет перемен на общественном телевидении. Но пока этого ждать не стоит, потому что у них другие мозги, другие планы, другие цели. Ладно, убого руки длинные. Но нам нужно самим менять свою информационную повестку, потому что в конце концов человек ест то, что он ест. А информацию он тоже ест. Он пожирает информацию в огромных объемах. Если он добровольно пожирает такую кучу мусора, то кто он? Вопрос просто-напросто риторический. Нужно ограничить себя в потреблении информационной пищи. И есть только здоровую пищу в плане информации. Это в наших силах. Это нужно для нашего духовного здоровья, для нашего ясного ума, относительно ясного, более-менее, хоть какой-то свет забрежет, может быть, в этих заплывших мозгах у человека. Ну и вот вам, пожалуйста, жизнь поменять так легко. Вместо здрасте, как ваше здоровье, все на все, простой вопрос. Что читаешь? А если ты читаешь, допустим, второй том «Войны и мира», расскажи. Я подзабыл, например, нельзя же помнить всю предметную часть великой литературы. Я читаю там Томаса Манаха, допустим, «Волшебная гора». О, ну расскажи, напомни мне там. Короче, это другое качество жизни. Это другое качество жизни. Я думаю, не надо это доказывать. Что когда человек проявляет другое наполнение своих внутренностей, своих внутренних сокровищ, совместимости, к нему другие интересы. Субтитры создавал DimaTorzok